Здравствуйте, мои любимые зрители! Давайте я вам еще расскажу фантастическую сказку. Вот так, расскажу свои фантазии. Вымышленные свои фантазии. Вот, и поговорим мы с вами о ловушках. Вот смотрите, видите, у меня за головой на люстре висит ловушка для мух. Такое изобретение, которое снимает с тебя ответственность. За убийство живых, маленьких, назойливых, надоедливых существ. Такие как мухи, такие как всякие комары, мошка, всякая, ну и так далее. Ну, вот, к примеру, можно мух насильно убивать, бегать с мухобойкой и мочить их мухобойкой, размазывая по стенке, к примеру. Можно устроить им, ну, такую, знаете, там, своего рода там душегубку. Просто брать и поджигать. Типа раптора что-то, такие вот всякие дымовые штучки, от которых они все дохнут. Ну, в общем, душегубка. Можно вот такое повесить, ловушку, да? Ну, и вроде как ты не виноват, она как бы сама попалась. Но ты заранее ей объявил, правильно? Ну, объявил мухам, короче, что мухи, это моя территория, улетайте с моей территории. Кто не спрятался, как помните в детстве, раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Помните, мы всегда объявляли, когда стояли с закрытыми глазами, и объявляли, все. Открываю глаза, начинаю искать. Кто не спрятался, я не виноват. То есть, все, ответственность снято. Ты объявил о своем намерении. Также вот я мухам объявил, короче, либо вы все сваливаете, либо, пожалуйста, вот ловушка, вот она висит. На видном месте ловушка висит, на видном месте висит. Короче, кто не улетел из хаты, я не виноват. Приклеились, виноваты сами. Ну, вам смешно, конечно, но я развиваю свои фантазии. А теперь мы посмотрим в глобальном масштабе. Когда инопланетные существа, уже хрен его знает, откуда они вообще появились, захватили нас, они поначалу вообще очень жестоко расправлялись. Ну, с нами примерно как с мухами. Могли бить, размазывать нас об стенку, могли там сжигать нас, убивать там, мучить, ломать руки, ноги, пытать могли. И делали, в общем, все, что хотели существовать. Ну, даже историю от нас, в принципе, никто не скрывает. Все, что творилось в истории, да, с человечеством. Вся земля на шрамах, повсюду, по всей земле, странного вида. Озера, которые больше всего воронки напоминают. Обожженная земля. Вот посмотрите, глаз Сахары, по-моему, называется, да. Посмотрите там, ну, явно там что-то взорвалось, да, там. Там, Марианскую впадину, да, и вообще посмотрите на мир, да. Кладбищ у нас, захоронений старше 300 лет нету. Лесов у нас тоже не наблюдается, природных, настоящих. Все леса у нас, это посадки искусственные. Вот, и сдается мне, что раньше без объявления намерений хлопали нас тут, как мух, короче. Но теперь вот над теми, кто хлопал нас, как мух, висит страшная, тяжелейшая карма. Черная карма. И они вынуждены теперь объявлять о своих намерениях, соблюдая, ну, так скажем, коны мироздания. Так вот. Они вынуждены, да, из того, что, ну, потому что совсем уже у них черная карма становится. И вот они теперь начинают объявлять о всех своих деяниях. Они объявляют в разных фильмах. Иногда ставленники теневого правительства, ну, они случайно, якобы случайно оговариваются. Но вы заметили, что их оговорки никто не редактирует. То есть их оговорки свободно пролетают в прессу, в средства массовой, там, деградации, ну, и так далее. Свободно, то есть никто не редактирует. Вот даже вот я блогер, да, я записываю видео. Ну, бывает, я что-нибудь там с морозью, да, там, или, как говорится, затроил, да, там, бывает, что-то я перепутал. Что-то не так сказал, ну, чисто случайно, да. И то я прослушаю свое видео, там, я вырежу какие-то фрагменты, там, где я там запнулся, там, или что-то говорил, и вообще что-то вдруг забыл. Что говорю, да, там, и завис, короче, такой, завис. Ну, вот эти все лишние обычно удаляю я. Казалось бы, люди, которые поставлены вот этим инопланетным, назовем их так, я же фантазирую, сказки рассказываю сейчас, чисто такая у меня сказочная фантазия сейчас, вот. Вот. И вот, вот эти, значит, пришельцы, пришельцы, да, они что делают, короче, они же своих ставленников поставили, да, а на пришельцах уже, ну, уже руки у них сильно в крови, прям, совершенно, прям. Они поняли, что вы просто уже мочить жителей земли, как мух, ну, уже, короче, ну, уже это не то, да. И они решили так понемножку соблюдать клоны мироздания, то есть они объявляют о всех своих намерениях, просто объявляют. Вот смотрите, сейчас вот вы заходите в магазин, да, и на каждой пачке сигарет написано, что курение убивает. Зайдете в винный отдел, там прямо написано, продукция не является вином. То есть вино – это не вино, пиво – это не пиво, то есть везде уже пишут, что продукция не является пивом, к примеру, а пивным напитком. То есть что там, фиг его знает. Посмотришь на этикетке, там кругом, значит, какие-то непонятные буквы, цифры, Е, СП, там, ХМРМ, вообще, короче, ничего не понятно. Творог вы покупаете в магазине, там уже написано, что это не творог. То есть там прямо написано, это творожный продукт. То есть сметана – это не сметана, масло – это уже не масло, творог – это не творог и так далее. Молоко уже не молоко, то есть продукция не молоко, а хрен его знает что. То есть о чем идет речь? То есть это когда верха, верха снимают с себя ответственность, но перекладывают ответственность на низа. Вы же знаете, как у нас устроена система, есть вершина, верхушка и все поделено на слои. То есть есть низшая прослойка. И вот эти вот верха, теневые, так скажем, инопланетяне, понятно, да? Я такими фантастическими буду словами выражаться. И вот инопланетяне, короче, они ответственность карму перекидывают на неграмотные низа. То есть низа они же обычно не соображают ни в карме, ни в законе Вселенной. Сверху сказали – давай, делай, и пошел. То есть пофиг. А те, кто сказали – давай, делай. Они же понимают, что насильно уже нельзя. Раньше они с помощью насилия все совершали. А сейчас они сказали – а ты, это же твое право, ты же вроде как бы можешь и не исполнять. Ну, согласись, да? Но ты говоришь – как же, если я не исполню, меня же выгонят с любимой работы за 15 тысяч. Да? Выгонят, правильно? И как же не исполнять? Буду исполнять. Хотя ты имеешь право не исполнять. Имеешь право. И вроде как нам со всех утюгов трезвонят, что не обязательно иглоукалывание совершать. И в намордниках ходить не обязательно. Нет же таких законов, правильно? Что каждый родившийся на земле по исполнению там скольки-то лет обязан носить белый намордник. Ну, или синенький намордник. Можно сам себе намордник сшить, если ты сшить умеешь. Такого закона нет. Что все жители обязаны по рождению носить намордники. Нет такого закона. То есть, ну, вроде верха говорят – мы не обязываем, мы как бы рекомендуем. Но все сделано так, что ответственность перекладывается на неграмотные низа. Ну, откуда, к примеру, кассирша в магазине или охранник с какой-нибудь там магазина, откуда он знает, что он, совершая насилие, ломает волю людей? Ну, каким планом? Вот он говорит, кассирша говорит – я вас не пропущу без намордника. То есть, у нас получается даже модная болячка, она такая избирательная, да, то есть она только на кассе может прилететь, а больше нигде она, конечно, не прилетает. Вот, и ты по всему магазину, можешь ходить по всему магазину, жопами стукаться там с покупателями, такими же, как и ты. Но только подошел к прилавку, все, кассиршлеп, все, тут уже намордник одевает. И вот верха перекладывают ответственность и карму на низа. Что происходит? Сидит женщина, которая нифига не разоображает в законах кармы и во всем остальном. Она ломает твою волю, она заставляет тебя одеть намордник. Понимаете, она говорит – если не оденешь, я тебе не дам. Продукты. И там еще сразу охрана всякая есть, чуть что, ну, такие церберы. Хотя я не против того, каждая работа ценится, и охранник, и кассир, и не подумайте. Мы говорим о духовных вещах, да, как на вас, на низа. Ну, по сути, на таких же, как и я. Я ничем не лучше вас, вот, я ж не нахожусь где-то там, в тех вот кругах, понимаете. Я с вами, грубо говоря, на дне. Вот, и они нам скидывают, короче. Карму свою скидывают на нас, перекладывают ответственность. Публично объявляют, что все это ненасильно, непринужденно. Но условия делают такие, что вот люди на низах сами друг друга начнут ломать. Да, ломая волю. И вот охранник какой-нибудь ломает волю твою, заставляет тебя. И ты вынужден сломаться, вынужден надеть намордник там и зайти. Или кассирша сидит, которая ничего не понимает, она ломает волю людей. Да, вот приведу пример, да. Ну, забыл. Вот, к примеру, пошел ты в магазин, ну, не взял ты этот намордник с собой, да. Хотя большинство из нас уже, наверное, где-то в рюкзачке его таскают. Ну, у меня валяется на всякий случай, потому что есть специализированные заведения, где, я считаю, это вполне уместно, одеть эту тряпочку и пойти. Я считаю, что в некоторых местах это нормально. Там, в больнице где-нибудь, там, я не знаю, там, детский сад, там, что-то такое, знаете. В продуктовом магазине, я считаю, это неуместно абсолютно. Где 100 человек ходят, жопами трутся там, значит, по этим коридорам. Мы подошли к кассе, одел намордник. И кассирша, чувствующая себя царицей, такой, знаете, дали ей маленькую власть, что она прямо же чувствует себя, какая я, вот, никого не пущу, у меня все в намордниках только пройдут. Ну, некоторые из вас, кто так работает, кайфуете, да, наверное, от этого. Скажите, Женя, что ж нам делать? Вот мы работаем, нас заставляют там одевать намордники. Хорошо, они сломали вашу волю, на вас ответственности нет. Они, когда они ломают вашу волю, на вас нет ответственности. Они против вашей воли насильно с помощью, там, запугивания, там, выгонят с работы и так далее. Кстати, вот все начальники, так называемые, маленькие начальнички, у которых в подчинении есть люди, да, вас же тоже подставляют. То есть вот эти инопланетяне, они на вас перекладывают карму, да, и вы начинаете, вы же такие же люди, в принципе, с таких же низов. Ну, и пофиг, что там у вас, там, предприятия, на вас работают люди. Вы же все равно, в принципе, никто. Вот, вы просто такой же, как и все, только, ну, у вас чуть-чуть лучше материальное положение. В принципе, что с вас взять-то, в принципе, ну, как бы так, да. И вот вы на себе тащите карму, да, когда вы начинаете ломать своих сотрудников, заставляя их колодца или там намордники таскать. То есть верхаш никто не заставляет, правильно? Ну, верха ничего не говорят, они просто, ну, как бы дали рекомендации, да, и все. А все остальное сделаете вы уже. Вы, и ответственность будет как раз-таки на вас. Вот это вот такая вот перед вселенной, по закону кармы. То есть вы ломаете волю, люди не хотят в намордниках ходить, а вы заставляете, там, кто-то штрафы придумывает, кто-то, там, пугает, там, уволить, там, ну, и так далее, правильно? То есть вы ломаете, то есть вы не спрашиваете у человека, хочет ли он добровольно намордник таскать. Нет, вы делаете так через колено, и поэтому вы несете карму. То есть, представляете, как-то у вас, на вас все сливают, просто сливают на вас, на всех, вот, на простых людей сливают черную карму. Конечно, если ты добровольно все сделал, никаких проблем нет, да, если твою волю никто не ломал, тебе предложили. Вот, к примеру, я на кассе, когда иду, да, если милая, прекрасная, такая доброжелательная продавщица мне говорит, там, к примеру, мужчина, ну, пожалуйста, оденьте маску, да, вот мне бывает, говорит, оденьте, а то нас ругает. Вот я вижу подход, да, я говорю, да, 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 вообще без проблем. А вот вопросы, конечно, с иглоукалыванием, это абсолютно другое, это страшные вещи, и я вообще не знаю, я не знаю, что должны со мной сделать, чтобы я, так скажем, добровольно, принудительно согласился. Ну, я не знаю, там, это, конечно, любого человека можно сломать. В принципе, сломать любого легко, кем бы ты ни был. Меня легко сломать, тебя легко сломать. Знаете, у человека есть чувство боли, да, и человеком манипулировать легко. Вообще, рычагов по сломливанию человека, их тысяча. И ты должна знать, кем бы ты ни был, а продавец ты, кассир ты там, неважно кто, если ты насильно ломаешь волю человека, заставляешь человека переступить через его волю, ты накапливаешь черную грязную карму. То есть ты нарушаешь законы Вселенной. Скажите, а что нам, Женя, делать, нас же самих поставили в такие условия. Старайтесь иметь гибкость. Ну, человек вам говорит, потерял я, забыл я маску, там, к примеру. Ну, пропустите его через кассу. Не надо издеваться над ним и говорить, типа, твои проблемы, иди в аптеку, ищи, короче, там, или еще что-то. Не надо ломать. Любое насилие, которое вы проявляете по отношению к человеку, является преступным деянием, за которое вы будете нести ответственность. В магии вообще вот это называется переклады, когда перекладывают ответственность с одного на другого. Кто-то один что-то совершил, или группа людей, но переложила все это на других. Поэтому таким вот образом сверхов ответственность снимается. Они-то сами насилие никакого не проявили, но они перекинули все это на низа. Они за, к сожалению, не разбирающиеся ни в чем копят черную карму. А потом вы удивляетесь, почему вы страдаете даже уже при жизни, болеете, вам хреново. Почему у вас работа рушится, там, все кругом рушится. А потому что ответственность. Вы даже не понимая, вы на себя взяли ответственность. Глядя на свой личный опыт, к примеру, я видел, как умирают христиане. Мне приходилось хоронить большое количество верующих, которые умирали от тяжелых заболеваний, верующих людей, да? Не понимал, почему они умирают в страхе, в болях, в мучениях, вот именно в страхе, да? Не понимал. А сейчас я понимаю, почему. Потому что верующий человек обычно ломал волю другого человека, оказывая давление, заставляя человека покаяться, 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 встать на колени, там, смириться, как говорится, перед Господом. Все это проявление насилия к воле человека. Это оказывание давления через страх и манипуляцию. Говоря, да вот там дети у тебя заболеют, там, проблемы у тебя будут, там, бизнес у тебя разрушится, умрешь ты там, Бог тебя накажет, начнет. Вот это все оказывание, сломливание воли человека. Когда вы творите насилие над людьми, оказывая на них давление, вы получаете сполна. Вот и все. Сполна получаете уже при жизни и даже перед смертью. И после смерти вы тоже получите для себя своего рода наказание. Так вот это все работает. Смотрите, смотрите, люди, ответственность всегда перекидывает более разумные на неразумных. Запомните, никогда ничего никому не навязывайте и никогда никого ни к чему не принуждайте. Лучше иногда сменить обстоятельства, условия в жизни, но не ломай, не ломай людей через колено. Будет очень плохо тебе. На этом все, давайте.